Всем привет! В эфире канал THBK. THBK. Миграция, миграция. Здравствуйте! Здесь мы рассказываем о том, что происходит сейчас, то есть самая актуальная информация на данный момент. Да, и прежде чем послушать то, что мы сейчас вам расскажем, нужно обязательно подписаться, поставить лайк и написать обязательно комментарий. Потому что об этом, ну, все время забывают. Итак, Риноса. Слово, которое у всех на устах. Его они перестают повторять. Оно у нас постоянно в хэштегах, в новостях. Его постоянно везде массируют, обсуждают, что там происходит, какие там опасности, риски есть. А ситуация такова, что с одной стороны, как мы писали, да, что есть и риски, и взятки в пути, есть и встречи с картелями. Это все понятно. Но есть еще один риск, который появляется в народном месте, это от своих же. То есть те, кто находится на этом мосту, начинают реально гнобить тех, кто приезжает в новое. Такая дедовщина прямо на этом месте. Да, то есть одно дело, что люди боятся, и правильно, что боятся именно встретить кого-то в Мексике. Мексика сама по себе небезопасная страна. Но дойти до такого абсурда, когда сами себя же начинают просто гнобиться на мосту, я считаю, что это уже перебор. Так вот, о чем идет речь? Речь о том, что те, кто приезжает на мост, да, те, кто именно семейные, именно с детьми, у которых есть основания, у которых есть заболевания. Даже есть те, кто приехал с переломными костями, мы знаем, такие были случаи, кто после аварии сидели, мучились пару дней, когда находились. Их просто гнобили из-за того, что зачем вы приехали сюда? Мы тут сидим и ждем, а вы тут приехали. Мы вас не пропустим. Это именно обычно идет от одиночек к семейным с детьми. Так что есть ситуации, при которых семейные с детьми, несмотря на то, что там спартанские условия, на мосту, что ночуют люди под открытым небом, но вынуждены они приехать в Мексику, и их могут пропустить быстрее, чем одиночек. Но одиночки, видя эту ситуацию, естественно, негодуют. Почему мы здесь ждем, а они проходят? И начинается вот такое гнобление друг друга. Есть одна большая просьба к одиночкам. Мы понимаем то, что ситуация очень тяжелая, да, то есть не каждый готов столько времени находиться под открытым небом в спартанских условиях. Но когда вы видите семейных с детьми, думайте о том, что это дети, что у них реально есть ситуация, это люди, которые, именно дети, не подготовленные таким спартанским условиям, как взрослые. Отнеситесь к этим людям с долей снисхождения, потому что им реально нужна помощь в первую очередь, потому что это дети. И, пожалуйста, не гнобите друг друга на мосту. Начните заботы о друг друге. Вы в безопасности, когда вы все вместе. И если на данный момент есть возможность у семейных проходить первыми, я имею в виду у семейных с детьми, пожалуйста, дайте им эту возможность. По CBP-1, значит, по CBP-1 такая ситуация, моя самая любимая тема, да, и самая большая тема, где спор не прекращается никогда. Значит, кто-то ловит быстро, ловит в течение 3-5-8 дней, 12 дней, кто-то ловит долго, 150 дней, 160 дней и так далее. Поэтому, конечно же, мы агитируем на то, чтобы ловили CBP-1, потому что это законно, это правильно и так далее. Недавно с Али Центваряном у нас забыл шорт, по нему постоянно спрашивают, можно ли проходить на машинах или альтернативными путями. Значит, я скажу следующее, что у судей и у прокуроров Алекс Таварян спрашивал только касаемо автомобиля. Не было никаких вопросов касаемо, там, через заборы, через, грубо говоря, перепрыгивать через пустыню или какие-то реки. Это запрещено абсолютно точно и против этого даже судьи и прокуроры. Но когда речь зашла, там, о машинах или, там, альтернативными путями, то есть зайти просто без CBP-1 и просить офицера, что пропустили, на это судей и прокуроры сказали, ну, ладно, нам, в принципе, все равно, главное, чтобы это не было через забор. Ну, то есть совсем криминал. Вот, поэтому, если есть возможность, сидите, ждите CBP-1, это будет наиболее правильно. Если возможности нет или уже подходят, ну, уже даже нет возможности попасть в нового прогресса, садитесь на машину, наверное, и уже пытайтесь пройти через автомобили. Но главное, не делайте это через тараны, не слушайте койотов, что можно там на проломы ломиться и так далее. Делайте это максимально деликатно, максимально просто. Подъехали, попросили пылить убежища и прошли. Не делайте резких движений, не делайте всего того, что можно было бы вас привязать к какому-либо уголовному файлу, да, то есть зафайлить вас как человек, который хоть как-то нарушил какие-то законы миграционные, и вот, ну, прям, прям уголовник-уголовник, чтобы вас не запекли в детеншн, не упекли, да, и не финалили там с максимально негативным к вам отношением. Вот и все. Поэтому, еще раз, CBP-1, если уж совсем припекло автомобили нового прогресса. Да, и по поводу еще нового прогресса я еще дополню Андрея, что очень многие спрашивают, легально это или нелегально. Сейчас очень часто вбрасывают в Телеграм по поводу, что это нелегальный проход, там и так далее, там подобное. Ребята, это все сбрасывают те люди, которые хотят максимально снизить поток туда, и это понятно. Да, но не нужно говорить неправду. Это легальный проход, дает один из четвертой формы, и судьи и прокуроры не против. Но опять же, сделай пометку. Мы спрашивали у тех судей и прокуроров, которые работают в Калифорнии. Если вы попадаете куда-то в Техас, или там в штаты, которые очень не любят иммигрантов, то там картина может поменяться. Поэтому мы говорим о Калифорнии. И, кстати, в дополнение, у нас есть сайт hbk.com, куда вы можете зайти, и прежде чем иммигрировать или в момент иммиграции, в момент прохождения Мексики и так далее, вы можете заранее посмотреть на нашем сайте, на карте судей, куда лучше всего ехать и где лучше всего судиться русскоязычным иммигрантам. Мы отсекли всех иммигрантов, другие, латиносов, кубинцев и так далее. Мы оставили информацию только для русскоязычного населения. Сайт бесплатный, кнопка бесплатная. Заходите, смотрите и планируете в тот штат, куда ехать. Да, но планируете свою миграцию, куда ехать и с кем судиться, и какие судьи вам могут попасться. Кстати говоря, там есть не только характеристика по штатам, но и по тем судям, которые там есть, с фамилиями, именами и комментариями практикующих лицензированных адвокатов, которые с ними, собственно, судятся. Поэтому добро пожаловать на наш сайт. Знаете, я еще дам один комментарий по поводу реаноса, по поводу запроса через обращение к СБП-офицеру, потому что многие думают, что это какой-то альтернативный вариант, запасной вариант, который, может быть, кто-то не увидел раньше, а я сейчас побегу и это сделаю. Всегда должны быть основания. То есть есть СБП-1, да, то есть есть требование ждать опотник через СБП-1. Понятное дело, что не у каждого есть возможность это делать. У кого-то по здоровью, у кого-то лекарства кончаются, у кого-то дети болеют. То есть есть разные проблемы, которые человек либо заставляет вернуться обратно в ту сторону, из которой он бежал, либо воспользоваться обращением к СБП-офицеру. Не через забор, не через канавы, дыры, караваны и так далее. Обращение к СБП-офицеру. Но будьте готовы именно к тому, что когда вы даетесь до суда, и в зависимости от того, какой прокурор вам попадется, или судья, какой вам попадется, вас могут спросить, а почему вы не дождались? То есть в чем были ваши основания? И не просто вы расскажете, что, ну, знаете, вот у меня такая ситуация, я заболел. А вам нужно будет показать, что у вас были какие-то справки от врача, что вы обращались к СБП-офицеру, вас не пускали. Да, что вы уже испробовали все возможные способы, которые легально вам именно, как трактует администрация Байдена, запрашивать через СБП-1, и вы не смогли. И вы были вынуждены, но вы должны это показать. И информация для тех, кто добирается до Мексики. Тех, кто перебирается из своих стран и летит в Мексику. Как и ранее, Дубай пока в стоп-листе. Да, Дубай не хочет пропускать никого. Там проходят буквально какие-то единицы людей, и в основном 99% Дубай говорит нет. Остаются варианты, которые люди, через которые перелетает, это Турция. И наше турагентство, которое сейчас вот в этом плане подбирает билеты, рекомендует в первую очередь Турцию. Есть пути через Бразилию, есть пути через другие страны. Естественно, то есть люди их выбирают, но этот путь пока не имеет большой статистики, чтобы его каким-то образом рекомендовать. Если мы говорим про туры, то, конечно, в первую очередь пользуются турагентством. Именно туроператорами. Потому что именно туроператор дает вам ваучеры, дает вам полный пакет документов. Вы не летите дикарем, вы прилетаете с полным пакетом, вас встречают, вы находитесь в отеле, у вас есть все билеты туда и обратно. То есть вы в первую очередь прилетаете с полным пакетом документов. Это ваша в первую очередь безопасность для того, чтобы вас не развернули обратно, если вы уже прилетите в Мексику. Также хотелось бы еще и внести дополнение, что, ребята, это касаемо Сакраменто. Все, что касаемо Калифорнии и максимально лояльных судов, это Сакраменто. Далее. Очень часто сейчас кидают всевозможные ссылки о том, что Байден договорился по поводу платежей Украины и в обмен он дает ужесточение по иммиграции. Ребята, не забываем, что это президентские выборы. Не забываем, что им надо сейчас побеждать. Сейчас будет много громких заявлений по поводу тех или иных ограничений и так далее. Каждые выборы происходят именно то же самое. Трамп в свое время кошмарил у людей именно по иммиграционным вопросам, потому что иммиграционный кризис он десятилетиями идет. Байден сейчас всех кошмарит и так далее. Но мы должны помнить, что одно дело политические заявления, а другое дело то, что происходит на практике. И еще. Вне зависимости от того, о чем они договорятся, вне зависимости от того, как у них все это дело произойдет, помним следующее. Что, как правило, все ограничительные меры, они касаются исключительно латиноамериканской и кубинской иммиграции, плюс южно- и средне- и северно-африканских стран. Это не касается русскоязычной иммиграции по одной простой причине, потому что она очень маленькая в процентном соотношении. И при этом, при всем, она не такая агрессивная. Потому что все-таки, как-никак, а мы, как бы русскоязычное население, стараемся максимально законно все это делать. В отличие от кубинцев, ямайцев и так далее, которые ломятся просто огромными караванами через дырки в заборах и так далее, и им абсолютно все равно на какие-либо приложения. Поэтому все, что будет касаться ограничений, не воспринимайте на русскоязычных, на русскоязычный счет, на русскоязычное население по одной простой причине, потому что мы всегда в районе законной иммиграции. Поэтому, если уж мы заходим, то заходим, как говорится, красиво. Поэтому на нас вот эти ограничения, как правило, не распространяются. И опять же, хочу напомнить вам, ну, обычно это знают старички, новички не знают, что еще 2-3 года назад были ограничения и по третьей стране, были ограничения, когда были ковидные моменты. Граница вообще закрывалась, но русскоязычное население как проходило, так и проходит. Как получала форма А-94, там, и тогда легальные, так и получала. Как они выигрывали ссуды, так и выигрываются. Никакие ограничения, ну, серьезно не повлияли на иммиграцию. Поэтому, что бы сейчас ни произошло, нужно помнить о том, что это выборы, помните об этом. И второе, то, что это, как правило, не касается русскоязычной иммиграции. Ну и напоследок. То, что часто мы на своем канале освещаем, это про различные мошеннические схемы, в которые ввязываются иммигранты, перекладывая свою ответственность на плечи тех, кто им пообещал какие-то горы, всех чудес и всего, что только может им облегчить путь. На самом деле, будьте бдительны, надейтесь только на себя. То есть, это вы принимаете конечные решения, и вам за эти решения потом нести ответственность. Только вы. Да, ну и в самое ближайшее время мы снимем с Андреем сюжет про нового старого мошенника. На самом деле, это человек, который присутствует на рынке очень давно. Мы когда-то еще 2-3 года назад о нем говорили в нашем телеграм-чате THBK, и в блэклисте он висит. Но сейчас активировался этот человек, да, и, к сожалению, люди попали и на деньги, и попали в большие проблемы. И нам, хочешь не хочешь, придется про это дело снимать. Единственное, что мы, наверное, от себя, и от Андрея, и от тебя лично очень сильно вас прошу, не покупайте кейсы. Не стоит оно того. Как только вы платите за кейсы, и уж тем более платите большие деньги непонятно кому, то вы лишаете себя и денег, и нормальном будущем, и легализации. Потому что все ваши кейсы, которые вы покупаете у всевозможных представителей криминального мира, помните о том, что они вам продают обычные шаблонки, которые все знают от прокуратуры до судей. Все это легко считается. Даже мы, люди, которым очень часто клиенты обращаются с вопросом, помогите, посмотрите, там, мой кейс, там, и так далее, что-то, может быть, посоветуйте, там. Мы иногда это видим, да, и мы видим прям шаблонки. Прям видим, и я даже уже знаю уже, какие кейсы кем написаны. Этот почерк узнаваем очень быстро. Поэтому не совершайте ошибок предыдущих поколений иммигрантов. Да, и здесь еще добавлю по поводу различных справок, по поводу каких-то пакетов, каких-то чудесных документов, без которых вы не можете прийти на границу. Парольные пакеты. Парольные пакеты, да. То есть это все такие, знаете, как фелькинограмоты, которые вам пытаются продать, чтобы вы были уверены, что если только у меня нет этой фелькинограмоты, все, CBP, офицер меня не поймет. Поймет именно вас, имея CBP One приложение. И еще раз, никакие кейсы никому покупать нельзя. Если вы ввязываетесь в это дело, будьте готовы к тому, что помимо того, что вас могут депортировать за вот эти шаблонные кейсы, эти люди, которые вам пишут кейсы, они же вас потом начнут шантажировать за то, что вы им будете что-то предъявлять. И чтобы не ввязаться между двух наковальными, не оказаться между судебной системой и между криминальным миром, когда вас все с двух сторон прессуют, пожалуйста, не делайте себе проблем изначально. Да. Ну и смотрите наш канал, мы стараемся максимально какие-то оперативные вещи делать, рассказывать про мошенников, рассказывать то, что происходит на границе. Как правило, мы много всего выпускаем постов у нас в телеграм-чате. Тичбекей, да, есть куча бесплатной информации на сайте. Тичбекей.ком по планированию в каком штате и с какими судьями вам судиться. Ну а дальше мы будем выпускать дальше интересные выпуски у нас в анонсах. Ну правда, честно, очень классные будут ролики сейчас выходить. Обязательно их смотрите, они будут очень интересные. Подписывайся на наш канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не пропустите, здесь все самое интересное, все самое актуальное только для вас. Да, всем пока. Пока.